В этом ролике хотелось бы поговорить на тему ситуации между певицей Мия Бойко и малолетней квадробершей, которую она обидела. Во время своего концерта в Надыме Мария или же Мия Бойко выводит на сцену юную поклонницу с маской кошки и осуждает ее за увлечение квадробикой. И в песочем меня уже так точно. Где тут у нас котенок и этот год робит. Кто тут еще это поддерживает? Что это значит? Это значит, что ребенок одевает маску и видит как кошка. Малыш, ты красивая девочка. Посмотри, зачем тебе быть кошкой. Просто нет, которые не нравятся. Я отречула вашу ситуацию. Это еще и занятие, да? Это как спорт, да? Ой, попробуйте, я думала, это вот сказка. Представляла, что это существует. В интернете тоже пи***. Я что-то охуенно загнали так, как будто какой-то пи*** был. Мизулина, как обычно, пересгоняет, и только больше хайпа не нужно. Удает ситуацию, чем она не заслуживает. Короче, я что-то не понял, пи***, прикола, почему разогнали так, что пи*** какой-то. Да, она вот конкретно в этом пункте. Кто-то еще поддерживает это, то есть вот это было лишним. Но дальше, дальше, она как бы такая берет и говорит, типа, ты очень красивая девочка, зачем тебе это надо? А-а-а, дальше смотри. Еб*** на что-то. То есть, она что-то в ТГ, пи***, высрала, и там всех понесло. Я правильно понимаю? А-а-а, ну сейчас тогда досмотрим. Тогда ладно. Ну конкретно тут вот только один момент, где она говорит, кто-то еще поддерживает, типа, ну, это ху** было. Но я не поддерживаю, я сразу говорю, ребят, для меня это странно, и не обижайтесь. Ладно, там, кому что нравится, пусть кто что и делает, меня это не е**, но в данном случае, б***ь, они как бы, что это, б***ь? Короче, я даже не знаю, как аргументировать, возможно, даже я не смогу пруфануть, почему мне это не нравится. Короче, это странно. Культизация какого-то животного, б***ь, типа, ну, казалось бы, мы же люди, б***ь, которые, как бы, ну, социализированные существа, понятно, что мы там от животных произошли, но мы, типа, люди. И это очень странно, потому что, ладно, они там где-то у себя, б***ь, во дворе этим занимаются, как бы их положить, б***ь, но я видел миллион видосов, где они, б***ь, на кассу приходят, мяукают, б***ь, что-то там оплачивают. Ну, то есть, какая-то полная хуйня, если честно. В интернете тут же певицу начали критиковать, посчитав, что ее поступок может травмировать девочку, а также привести... В зайчике не одевался, в зайчик? Чел, я на улицу не выходил в зайчика, б***ь, и не скакал, как реальный зайчик, и не какал, б***ь, несколько, м***ь, из жопы. Я был зайчиком, б***ь, стоял и ощущал себя, как бан, м***ь, и петухом я, б***ь, был, м***ь, и остался, кстати. Но это тогда костюм у меня хотя бы был. Стик социофобии и боязни... Что ты знаешь, б***ь, о переодеваниях, б***ь, сынок, б***ь? Петушка играл, б***ь, когда-нибудь? Да лучше уж зайчиком, б***ь, быть. Вот мне отроду 20 лет, и я почему-то знаю, что тыкать в другого человека, тем более маленького ребенка, на потеху большого числа людей, и высмеивать перед ними его увлечение, это даже для взрослого человека может оставить неприятный след на долгое время. А в данной... Че он на ребенка высмеял? Алло, сука, члены вот такие вот здоровые вы низ ушей, б***ь. Я че тебе сказал только что? В ситуации маленькая девочка, которой всего 8 лет, ее травмировать может абсолютно что угодно. Самой же Марии Николаевне Бойко, так зовут певицу в реальности, ей 27 лет. В этом возрасте должно быть какое-то понимание нормального поведения, как применять критику, где она уместна, и самое главное, на ком. Тем более, когда ты работаешь на публику детей, ну нужно понимать их тонкую... Я предлагаю чмырить взрослых, и чтобы это дошло до детей, что это хуйня. Вот тогда нормально. Душевную организацию. Или, быть может, я что-то не понимаю, и фиты с Егором Шипом настолько прожгли мозг, и сама Мия по мозгам не сильно отличается от маленькой квадроберши. Вы видели, как вот этот кадр вообще раскачался? Это вообще п***ц. Кабанчик здоровый стал. Ну, конечно, для меня ему всегда 12 будет, он и выглядит на 12. Поддерживать маленькую девочку стали многие известные люди, одна из них Ксения Собчак. Да не, не, все окей, аноним, ты че? Не надо извиняться мне за это, ты че? Дорогая Мия Бойко, спасибо тебе кошечка и квадроберство. Такая, уважаемая Ксения Собчак, это не квадроберство, это уже фурищество. Ксения Собчак, у меня к тебе большая просьба. Отъебать детей, пожалуйста. Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками. Ксения Анатольевна, а геем мы можем быть? Или небинарной личностью, кстати? Сейчас мне скажут, ты че, п***ц, сравнился? Панками, готами, эмо, рэперами, в общем, кем угодно. Вы можете быть кем угодно, но не. Главное, не нарушайте закон Российской Федерации. А, вон оно как завернуло. Хорошо, ладно, Ксения Анатольевна, хорошо. Если вы так завернули. Что у нас там говорит закон Российской Федерации? Ага, понятно. А если квадроберство будет запрещено законом, тогда получается что? Тогда получается уже и неудобно получается. Здесь родители, делайте уроки и выносите мусор. Мяу. В этой ситуации меня еще вот какой факт смущает. Почему-то все машут только в сторону обидчика, при этом игнорируя мать ребенка, которая находилась на сцене вместе со своей дочерью. Это че, мать, б***ь? Я думал, это сестра. И она же ее туда вывела. В момент, когда ее дочь поливали дерьмом, она просто стояла и сглатывала, при этом ничего не делала. Хотя можно... Ну, видишь, один раз не сглотил, сглотала, вот моментик такой. Так это не мать, говорят, б***ь. Ты че, хуй, тут накинул мне, б***ь? Реально тупизм. ...было догадаться просто увести со сцены своего ребенка, чтобы оградить его от этого позора. Самой мамашке стоит понимать какие-то правила дресс-кода, тем более если твой ребенок занимается столь неоднозначными вещами среди других детей. Даже в их понимании квадроберы это зашкварные фриковатые типы. На концерт можно было ребенка одеть во что-то простое, общепринятое. А в чем прикол, типа? Я не знаю, лучше пиво пили, я хуй. Нереально, в чем прикол, б***ь? Вы можете мне объяснить? Тут по-любому квадробер в чате того жопы сейчас... Я понял, что он там говорит, девочку обидели, б***ь. Его вообще это не касается, что там обидели, не обидели. Он просто сам с хвостиком бегает. Причем, знаете, не который на пояс цепляется, а который куда надо вот так вот. В попу вот так. Оп, и бегает. Алло, слышь, квадробер, поясни, в чем прикол. Лучше уж быть квадробером, чем тобой 10 лет назад. Ха-ха, салазка спалился, квадробер, еб***ь. Э-э, все понятно стало. Слышь, тебе сколько лет, друг? Людей и неприятностей можно было избежать. Ей там даже не стоило ругаться с самой певицей, ибо это тоже ничем бы хорошим не закрепилось в детском сознании. После ситуации теперь форсится целый флешмоб в поддержку девочек. А вот х** знает, что лучше, дочь квадробер или сын хобби-хорсер? Как минимум он сын. Даже Егор Крид записывает тик. 42, братух. В ток в нем парень порассуждал, что думает об этом и одевает маску кошечки, поддерживая тем самым квадроберов. Ну а когда не Егор Крид, то б***ь, б***ь, б***ь. Подроберов. На этом может показаться все, но нет. Мия Бойко никакого урока не вынесла из ситуации и продолжает гнуть свою линию на травле маленькой девочки. Короче, придумала тему, называется хобби-стоунинг. Притворяемся все камнями и ложимся. И лежим. Запускаю новое движение. Поведение певицы в крайне оценили, и в дело вступает Екатерина Мизолина параллельно с матерью ребенка. Это реально уже пропаганда, я осуждаю. Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила блогерша, написала заявление в полицию. Блогерша не только не извинит. И что, полиция придет, скажет, вы что, б***ь, сделали? Вы зачем хобби-хорсера обосрали? Штраф 100 рублей. Я, конечно, понимаю, что, типа, это ребенок, понятное дело. Но с точки зрения закона, наказание какое будет? Я просто теряю. Заявление в полиция, б***ь, такая сидит, заниматься ей. Какие, б***ь, убийства? Там кто-то, б***ь, хобби-хорсера обосрал. Я, как понимаю, это, как бы, ну, травля, это ху**о, особенно если это ребенок, б***ь, в целом, по закону, б***ь. Сквоком, б***ь, штрафы или что там вообще можно из этого сделать? Буллинг травля? Б***ь. Так это, получается, надо записать заявление на всех, кто сейчас п***ит на Мию Бойку, потому что это ее травят и буллит. Нелась перед ребенком, но и продолжила глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру. Я готова... На месте мамы, на самом деле, если без рофлов, я бы сделал все так, чтобы вывернуть это так, чтобы у ребенка канал появился, и она бы каким-нибудь блогером стала. Оторвать кусочек, б***ь, фанов Мии Бойки, б***ь, обернуть в сторону своего ребенка, чтобы у нее жизнь улучшилась. Вообще кайф был бы. ...оказать семье любую поддержку, в том числе взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется. В интервью-шот мать поделилась, что ее дочь... Нет, движение еб***ь на полное, я не поддерживаю. Ну, я не поддерживаю, когда п***ка вот так вытаскивает, говорит, что поддерживает, б***ь, а потом, ну, еще про камень что-то выдумывает. ...тильно расстроилась после унижений, перестала гулять и провела остаток летних деньков дома, боится выходить на улицу после ситуации. Без психолога тут никак. Затем на певицу стали выливаться различного рода компроматы. Ранее упомянутая Мизулина опубликует видос, как Мия Бойко жестко ответила фанату, сказав, чтобы его забрала полиция, и полицейские стали его держать. Не с... Чего, б***ь? ...самая приятная реакция, но я думаю, здесь не стоит и с... Алло, б***ь, это чё так можно, б***ь, было? А можно Риша, б***ь, поймать и в тюрьму посадить, просто по приколу? Я сейчас скажу, его реально посадят? А он мне интеграцию сорвал? Не, какую армию? Это уже вообще крысятничество какое-то. ...всяких мелочей раздувать слона, но это ещё не самый сок того, что опубликовали. Выложили часть разговора Мия Бойки с её собственной сестрой, которую она... Заберу, говорите адрес. Не, военкомат Омск. Ты по своему региону работай. ...эмила за то, что сестра весит... О, еб***ь, какие лялечки, боже. Вот это вот ничего такая, кстати, посередине. Это кто? Вот это в беленьком. Это Мия Бойко и есть? Твою мать, б***ь. Не, ну ахуя, она самая красивая, чё поделать, б***ь? Тут. Это больше Мия Бойки на 3 килограмма. И потому что так певица считает, она должна сбросить вес. Сколько весишь? 59. Не верю. А, ты весишь больше, чем я, Лиза. Да. Это ненормально. 56. А я... А я... А я 72, б***ь. Я вообще жиробас. 59. Хорошо. Я считаю, что тебе нужно весить 55. Охуя, считай где-нибудь в другом месте. Иди на... Сюда. Это получается тебе нужно скинуть 4 килограмма. Ты скиньте уже кто-нибудь на неё лучше 250 тысяч тонн тротила. Эпопея продолжает дальше развиваться на волне обвинений и исполняет... Ты ниже меня, это ненормально. А ты чё, девочка, что ли, б***ь? Чтоб по росту меня судить. Она чё-то реально какая-то ебутая, вам не кажется? Типа... По-моему, довольно красивая девчонка напротив неё сидит. Кто тебе сказал, что кто-то дол... Не, понятно, что есть какая-то норма веса, б***ь, да? Ну, когда уже... Скажем так, перевес, когда уже на здоровье, б***ь, давят. Ну, это очевидно, б***ь, что это, б***ь, и как бы нужно с этим что-то делать. Но, б***ь, сидеть 59 не норм, тебе надо 4 килограмма, б***ь? Что за х*** вообще? Я вешу 56, а я 51. Красивая девчонка, б***ь. И, походу, 15, б***ь, ей, судя по всему. Я такое осуждаю, что я сказал, б***ь. Хорошо, я считаю, что тебе нужно весить 55. Это получается, тебе нужно скинуть 4 килограмма. Ты скиньте уже кто-нибудь на неё лучше 250 тысяч, что... ...пос с ответом. Я всегда в полной мере осознавала свою ответственность за посыл, который я транслирую в массы. Ну да, особенно это видно по ситуации с маленькой девочкой, которую ты опозорила на публике. Слышь, ты, х***, 10 лет назад я весил 54, нахуй. О, 50... 56 я весил. Особенно понимая, что на моих песнях растёт целое поколение. Детская любовь самая чистая, и получить её может лишь искренний и честный человек, потому что дети всегда чувствуют фальшь. Тысячи семей уходили с моих концертов счастливыми и вдохновлёнными, а сотни родителей писали мне слова благодарности за то, что я разговаривала о правильных ценностях с их детьми на концертах. Я никогда не была замечена за пропагандой разрушительных привычек или аморальных идей. Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада, где нарушения общепринятых норм давно стали трендом. Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку. Нет, я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку. Нет, в некоторых случаях они едят из мисок, бьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей кусают, и выполняя подобные задания от других квадроберах в специальных группах. Ну, кстати, без шуток, такое видел. Я видел тикток, где девочка на собаку какую-то нападает. Это вообще пи*** был какой-то. Собака на неё смотрит, типа еб***тая, что ли. В соцсетях, давайте называть вещи своими именами. Это ненормально. Я, в принципе, полностью тут согласен, что деятельность квадроберов полная ерунда, но в данном случае это опозорило маленького восьмилетнего ребёнка. Да, типа, в этом прикол. Типа, само направление говно еб***ное, оно тупое, б***ь, и вообще пи***ц. Но выводить ребёнка, б***ь, вот так и говорить, типа, кто поддерживает, да это какая-то хуйня, типа, б***ь, предлагаю новое направление, но это полная зб***а. Ребёнка, который этим занимается просто... Бери просто, пиши посты, что ты не считаешь это нормой. Ты, типа, лидер мнений, ты можешь влиять. Вдруг ребёнок задумается, б***ь, в натуре, типа, муж какая-то, перестану я это делать. Вот и всё. Просто в силу возраста. Не потому, что эта маленькая девочка нездоровая и решила насмотреться этих проклятых западных ценностей. Она просто ребёнок, и эти увлечения пройдут с возрастом. Все в детстве, как подметил верно Крид, играют в кошечек и собачек. С подобными увлечениями не то, что нужно вести какую-то борьбу, а просто не обращать... Б***ь, меня этот квадробер за... Слышишь ты, б***ь, не дёргай, слова из контекста, б***ь, б***ь, б***ь. Подорвался, больше всех тут, б***ь, писал. Он не кусается, если чё? Ну а чё ты сначала, б***ь, сказал? Да я не сказал, б***ь, 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 ну почему, б***ь, ты думаешь, что я сказал, б***ь, 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 если я сказал, что, типа, квадробер с этого, это б***ь, ну типа, я бы так с девочкой не поступил бы никогда. Нацепите на мордник ему кто-нибудь, б***ь, малю, б***ь, он меня укусит сейчас, б***ь. Алло, это чей, б***ь, он кастрированный, б***ь, вообще, или что, почему, б***ь, может он бешенством болеет, б***ь, он как-то х*** несёт, потому что... Ты слышишь, только заявление на меня не пиши, а то точно тоже публично сейчас выпороли, б***ь, ужас. Ещё в тюрьму сяду на сто лет. Проблема, б***ь, не в том, что ты пишешь, проблема в том, что ты слова из контекста выдёргиваешь, б***ь, как ты смотришь стрим, я не понимаю. Кто же меня в тюрьму не сажает? Да я тебя посажу в будку, б***ь, будешь там сидеть, понял? Снять внимание, сегодня... За что? За то, что ты х*** несёшь, б***ь. А завтра... Знаешь, как я за***лся объяснять людям, б***ь, в комментариях на ютубе, что они за***ли, б***ь. Короче, объясняю, сейчас проблема заключается в том, вот, смотрите, как работает сейчас человеческое, б***ь, сознание в интернете. Если ты чё-то, б***ь, не договорил, ты, допустим, говоришь, вот люди, х***цы, типа, вот все, там, мужики изменяют женщинам, б***ь, придёт кто-нибудь напишет, ага, значит, ты не сказал, что женщины изменяют мужчинам, значит, ты это поддержишь, б***ь, да как вы з***ли, я же, б***ь, чё, мне приходится, сука, пояснять про каждого, б***ь, я устал. Ну, это само с под собой, б***ь, подразумеваю, ну, б***ь, ну, как это, и вот то же самое и здесь, б***ь, ну, шо за х***а, люди, б***ь, берут, не услышали чё-то, дёрнули из контекста, б***ь, перевернули всё, вывалили, б***ь, а другие лайкают эту х***у. Про неё уже никто и не вспомнит, как будто её не... На меня пол чата сагрились? А ну, скажи, где? Чат, вы на меня сагрились, а я её не заметил? Вы поддакиваете, не было такого, б***ь, какой ужас, б***ь, не, ну, это невозможно дискутировать. Никогда не было. Поэтому твоя борьба направлена в воздух и только разрушает детскую психику на примере этой маленькой девочки Марьяны. Дальше Мия Бойко приводит случай родом из США, как якобы Квадробер убегает человека и его за это не посадили. Вот только есть одно но, этот случай является фейком. Будучи взрослым человеком, можно было, наконец, признать вину и банально извиниться перед девочкой. Тем временем Екатерина Мизулина вот ещё что написала по ситуации. Когда, прикрываясь благими целями борьбы за умы подрастающего поколения, пытаются спасти свои пока ещё не отменённые концерты. Выглядит забавно. Запрещать концерты из-за мимолётной глупости это абсурд, я всё понимаю, но просто ей стоит объяснить, что не стоит позорить детей на сцене и надо быть как-то помягче с ними. Я напомню Мизулиной, что Екатерина сама хотела мне твич прикрыть из-за двух двух. Поэтому, ну как бы, я вот этого лицемерия вообще не понимаю и не надо такие посты писать. Как будто, я не знаю, она у нас что? Я не понимаю, чем занимается Мизулина, реально. Популизмом каким-то, честно. Ты лучше реальные проблемы освещай. Я не понимаю, что нету никаких проблем больше или что? Я не понимаю. Она защищает интернет? Спасибо, может, я позащищаю интернет тогда. И ведь реально я согласен с типом, который вот сейчас написал вот это. Ведь сама же разгоняет. И сама же типа хайпится на этом. Но это как минимум странно. Смотрите, в чём проблема заключается. В том, что с большой аудиторией появляется большая власть. У неё там чуть ли не лям. Наверное, скорее всего, уже полтора мульта даже в телеге. И вот она выписывает, блядь, и вот эти все идут ебать ещё больше, чем ритм. Ой, ну то есть, как бы, и что? Ну то есть, а чем ты отличаешься тогда, я не понимаю? Пока ещё не отменённые концерты. Вот ты чё пишешь, я не понимаю. Твоя задача, блядь, вразумить возможность человека. Вот это вот угрозы, блядь, которые постоянно идут, меня на самом деле настораживает. Это кто у нас кумир вообще тогда? Не знаю, ну давайте её найдём, палками излупим. Концерт это отменять, блядь. Что за дичь вообще, я не понимаю? Мне вот это не нравится. Это прямые, блядь, угрозы. Кто вообще, блядь, в здравом уме будет вот это вот поддерживать? Что за хуйня? Да при чём-нибудь государство Мизулина, она не имеет никакого отношения к государству. У неё есть связи. То есть, ну, весь мир работает на связях, если чё. То есть, блядь, если я чё пёрну не так, блядь, я тоже уеду далеко. Проблема в том, что, блядь, у меня нету концертов. Проблема в том, что я тут родился, я коренной москвич. И меня не депортировать, и концерты мне не отменить. Ну, разве что, можно там чё-то нарыть, блядь, где я когда-то лет 10 назад чё-то говорил. Но и то я, блядь, адекватный, я не знаю. Я думаю, ребята, может быть, за меня, типа, впишутся какие-то, типа, что за хуйня. Потому что закон в обратную сторону не должен работать. Ну, только рекламу забрать, да. Ну, блядь, просто вот, ну, меня напрягает это, чуваки. Как бы, блядь, у тебя огромная аудитория. Ты можешь доносить реально, ну, правильные мысли. Опять угроза. Что ж такое-то, блядь? Да вот всех, кого она касается, везде угроза. Я устал от этого просто, ну, сколько можно? Я просто говорю к вам с глобальной стороны. На это подписано огромное количество детей, блядь. Мало того, что у нас появился культ доноса, который так был, блядь, и, ну, это, блядь, доносы должны быть, когда чё-то какое-то происходит, а не тогда, когда мне кажется, туда, блядь, оскорбление. Во-вторых, у нас тут постоянные угрозы на детскую аудиторию происходят. Ведь по факту, то, чем она занимается, этим может заниматься любой. Это общественная деятельность. Вы можете там сами, блядь, зарегать какую-то организацию, или там, я не знаю, как это вообще, блядь, регается, я не понимаю. Публичный. И тоже заниматься тем же самым. Никто вам не запрещает. Ну, такое ощущение просто, что у неё очень много власти какой-то. С Роскомнадзором она, типа, дружит. И меня порой пугает, типа. Я думаю, сейчас обороты какие-то дойдут, блядь, и пи***а нам всем, блядь. Вот вообще просто жопа. Причём параллельно проскакивают, естественно, посты, которые, ну, понятно, на кого ориентированы. Типа, вот, о, Ютуб там забанили, ну, ничего, пользуйтесь этим. Я говорю, с точки зрения государства, у государства никогда не получалось обращать внимание на молодёжь. Ну, то есть, чтобы молодёжь обращала внимание на государство. Это идеально то, что сейчас происходит для государства. То есть, грубо говоря, есть дети, которые такие, вау, мама наша, вот, типа, тут какой-то пи***ц, тут какой-то пи***ц, там пи***ц. И она ходит, реально разбирается. Причём, ну, типа, если бы она вот такие посты дерзкие не писала, вопросов бы к ней. Да, боже, занимайся чем угодно, господи, мне-то какая разница. Пока ещё не отменённые концерты. Вот напиши ты пост, когда, прикрываясь благими целями борьбы за умоподрастающего поколения, пытаются спасти свои концерты. Выглядит забавно. И уже понятно, что пост написан про то, что люди отменяют и не будут ходить на концерты. Нет, б***ь, пока ещё не отменённые. Вот, б***ь, это написано и перечёркнуто. Скажите же, да, удаляешь вот эту штуку и звучит по-другому. Но вот с этой надписью перечёркнутой звучит как угроза. Не надо отставить оскорбление, просто, б***ь, ну, мне не нравится вот этот подход. Мне кажется, твоя задача, б***ь, наоборот, общаться и находить общий язык, б***ь, чтобы подобного, например, не происходило, не повторялось, а не угрожать, б***ь. Ну, будь ты голосом, типа, молодёжи, ну, не угрожай. Какой пример вообще? Не, она полезного сделала, например, она освещает порой очень важные такие моменты, что мне нравятся, например. Это, там, темы с насилием, б***ь, с издаливаниями какими-то, когда вот, ну, народ не может достучаться вообще никуда. Да, и, ну, это реально работает, это круто. А не тогда, когда вот, б***ь, казалось бы, просто, ну, обосрался человек, б***ь, с как? Уже, б***ь, все её зачмырили, б***ь, и блогеры её чмырят, и тут ещё, б***ь, вот такая угроза влетает, б***ь. Ну, считай, практически от окологосударственного человека. Чё ты опять заявился? Да потому что, б***ь, ну, ну, меня это напрягает, чуваки. Меня напрягает то, что каждый раз, когда я чё-то это, посмотри, чё мне Зулина написала, везде, б***ь, все смотрят, всей страной, б***ь, наблюдаем, чё она там написала. Причём, я говорю, я не испытываю книг каких-то негативных, б***ь, хотя я помню, она хотела мне забанить твич, б***ь, я это помню, я это не забыл. Потом, б***ь, мы стримерским составом, б***ь, собрались, я лагоди, б***ь, сказал, напиши, б***ь, сука, я баню всю площадку, если можно точечно ебать стримеров. То есть, грубо говоря, сейчас пострадают, б***ь, остальные стримеры, б***ь, ну, которые вообще не имеют отношения к казино, донесли эту мысль, начали отваливаться стримеры, б***ь, локально, точечно, потом, б***ь, что-то всё прекратилось, б***ь. То есть, как бы, твич пошёл на сближение, поняли, в чём прикол? Твич-то, как бы, отвечал на запросы и реально банил по запросу государства. Вопросов ноль. А до этого, чё, забанить на твич, там, еб***ь сидят, ну, так, условно. Я такой сижу, читаю эту хуйню, думаю, что, б***ь, кто это вообще высрал? А сейчас вектор сменился, поведение поменялось очень сильно. Я вот думаю, почему? В принципе, смотреть, чё, зумерская тема, фул тоже мозги засерваивает. Да это, б***ь, меня вообще не касается. Человек найдёт, где мозг засрать вообще, просто вот так, щелчком пальцев. Меня напрягает то, что сидит вот у нас такой некий, б***ь, Ока Саурона, который за всеми следит и такой, «Так, б***ь, ты, сука, чё там, б***ь, вышел? Чё ты там, нахуй, пиздал? Сейчас у тебя концерты по п***ю пойдут». Причём, был в Кит, мне типа на почту присылали, б***ь, я не знаю, возможно, она просто отнекалась или нет. Мне присылали на почту приглашение явиться, типа, в офис туда, к ним, с адресом, б***ь, вообще всё расписано, б***ь, официально. Я, б***ь, прочитал эту хуйню, б***ь, агрессивно отреагировал, я говорю, а нахуй мне туда ехать, что мне там делать, б***ь? На что был публичный, типа, ответ, мы, типа, ну, меня не звали. Хреново, я, типа, бы, если бы я не пришёл бы туда обосранный, если б можно было как-то пообщаться, например, не в офисе, б***ь, с флажками там какими-то, да, а вот в какой-то нейтральной территории, я бы пришёл пообщаться по-взрослому, типа, чё там по Твичу, как вообще это всё работает, почему тыры-пыры, я бы пообщался, почему нет? Потому что меня, например, напрягает тот факт, то, что, если честно сказать вам, в глобальном плане я задумываюсь о том, что Твичу тоже п***я скоро будет. Потому что тема с Ютубом, она как бы прошла. Вы ж помните, сколько Ютуб заблокировали? Это 10, по-моему. Замедлять, что-то там, 10 лет снимают хуйню, б***ь, все думали, б***ь, очередной раз вкинули хуйню, и ничего не будет. Бам, Ютуб прекращает работу. Сейчас потихонечку стримеров закупают, б***ь, где можно стримить. Что-то меня это на самом деле напрягает. С другой стороны, типа, для власти, соответственно, невыгодно, что такие стримеры есть, как бы, на Твиче, которая площадка открыта. Как Хесус там и подобные, да, к примеру. Мне вообще, да, п***я какая позиция. Я вот говорю про то, как вот со стороны это все выглядит. И они такие, все, еб***ь, тут такая хуйня есть, баним на Твиче. Хотя Твиче, это как бы, ну, такая интернациональная, б***ь, площадка, где, как бы, ну, ты можешь что угодно говорить в рамках законов той страны, в которой ты находишься. И в рамках площадки. И да, естественно, я трясусь за свою жопу, а кто бы не трясся. Идти на ВК-плей? Нет. Единственная площадка, куда бы я пошел, если бы сделал ее Яндекс. А мне предлагали, чуваки, мне же предлагали посты писать, короче, про ВК-плей. Мне предлагали там стримить, я все отказался. Я говорю, сейчас не то время, когда нужно идти и, б***ь, рисковать, получается. Тем самым пушить свою аудиторию тем, что, а, вот, смотрите, б***ь, пришел. Сейчас я не хочу вообще никуда ходить, я буду топить за то, что я не пойду никуда стримить, это моя площадка. И как бы ВК-плей-то довольно удобный уже стал. Само название, сам бэкграунд, мне этот ВК-п***ь срался. Меня еще кое-какая площадка хотела купить, отказался тоже. Я хочу, чтобы Яндекс сделал свою площадку для стримов, чтобы я был уверен в 100% случаев, что, если что, перекочусь туда, б***ь, буду там стримить балдежно. Я говорил, если Яндекс соберется, я готов приезжать туда бесплатно каждый день в этот б***ь офис их, какой-нибудь любой, ну ладно, не б***ь, окей, чтобы меня слушала команда разрабов, и мы сделали оху**ный сайт. Потому что я не потяну финансово сделать б***ь сайт для стримеров. Все, проперделся. Гледит забавно. Запрещать концерты из-за мимолетной глупости это абсурд, я все понимаю, но просто... Понимаете, что, типа, Ютуб это более масштабная хуйня, нежели нишевый твич? То есть, твич это прям, ну, ниша. Типа, на него как бы всем до жопы, но если кто-то что-то пукнет, б***ь, то все, б***ь, ему сразу, б***ь, никто даже думать не будет, что с ним делать, б***ь, как там народ отреагирует. Нас с вами ебанут всех, и все. Просто ей стоит объяснить, что не стоит позорить детей на сцене, и надо быть как-то помягче с ними. Но из-за этого так портить жизнь человека, она просто сделала глупость. Я тут немного подэфую Мию, но видно, что девушка добрая и искренняя, и справить ее можно. Здесь уж она верно подметила, дети чувствуют фальши, будь она неискренней, ее бы так не полюбили малолетки. Подписывайся, пиши в комментах... Вот у меня жопа-то сгорела конкретно сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok